ПЕЧОРСКОМ СЕЛЕ УСТЬ ЦИЛЬМЕ Зримые образы далекого прошлого. Зримые, но беззвучные. А ведь там звучала музыка, и ее умели записывать. Но знаки древнерусского нотного письма не указывали высоту звука, а лишь напоминали мелодический рисунок знакомого напела. Какого напела? Вот она. Молчащая музыка. Более 22 тысяч рукописей. Имена композиторов. Степан Нос, Маркел Безбородый, Логин Корова. Целый пласт русской музыкальной культуры с 9 века до 17-го. 800 лет. И вот теперь песня крестьянина. Перевод по старинной терминологии. Эти знаки называли крюки или знамена. Их было более 70. И у каждого свое имя. Голубчик борзый, крюк светлый, стрела мрачная, сорочья ножка, статья простая. Песни Федора Крестьянина. О них писали современники, о них спорили. Но до этой находки не было известно ни одной его рукописи. На расшифровку ушли годы. И вот, наконец, первая партитура. Музыка Федора Крестьянина. Музыка, молчавшая века. Поет русская хоровая капелла имени Юрлова. Музыка, молчавшая века. Звучит 16 век. Кто же он был, Федор Крестьянин? Что мы знаем о нем? Знаем, что жил он в первой половине 16-го столетия и руководил хором в Александровской слободе. И все. Но мы знаем главное. Это был композитор, достойный стоять в одном ряду с такими мастерами древнерусского искусства, как Андрей Рублев, как творцы храма Василия Блаженного, барма и постник. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok